всем привет хочу сегодня показать отчет небольшой мне нравится как девчонки снимают вышивальную неделю я не знаю неделю я буду снимать это видео или несколько дней ну в общем хочу показать продвижение по процессам вот я только-только начала вышивала один вечер и вот у меня что получается белый белый цвет вышивается крестом в 3 нити почему-то именно в этом наборе мне вышивать в 3 нити сложно нитки белые постоянно путаются вообще я заметила что у фирмы гамма белые нитки какие-то непослушные нитки других цветов ложатся более-менее нормально но это вот я сейчас первое впечатление рассказываю о своих первых крестиках и что еще мне не не очень понравилось в этом наборе хотя чудесная игла это любимый производитель у меня но вот такой небольшой есть у них косячок если конечно нас слышат производители то этот косяк обязательно нужно исправить вот обратите внимание на нитки то что они нарезаны разной длины я уже об этом говорила не но это не так важно вот допустим у меня планшетки вот смотрите берем первую планшетку и здесь белые нитки нарезаны длинно и вот так они навешаны на во всю длину а потом идут следом желтые нитки желтые нитки коротко нарезаны вот видите тоже так петлю одеты затем мне нужно было взять серую нитку я ее начинаю отсюда вытягивать как обычно и оказывается что они не нарезаны а сложены вот так петлей то есть нитки навешаны по-разному вот вот это вот нужно перевесить но я не обратила на это внимание начала вытягивать нитку и запутала весь пучок очень много времени у меня ушло на то чтобы распутать но потому что я сразу не обратила внимание думаю если белые навешаны вот так без петли на желтые тоже нарезаны коротко без петли дальше вот и туда оранжевые без петли ну и не обратила внимание что некоторые ниточки навешаны петлей то есть они нарезаны длинно и навешаны петлю и вот красных много надеюсь наверно тоже тогда вот видите внизу петля но это очень неудобно мало того что нужно потратить время на то чтобы их перевешивать но если бы они хотя бы были все одинаково навешаны я сразу бы обратила внимание очень обидно было запутать пучок вот этих голубых ниток их и так здесь мало уже меня нервы не выдерживали прям хотелось все это разрезать разорвать но ничего я распутала мало того здесь они тоже нарезаны по-разному одна пасма длинная вторая средняя третьего совсем коротенькая но естественно это все запуталось если может они еще были нарезаны одной длины так бы не запуталась но благополучно я распутала ладно ничего страшного не произошло но мне это не понравилось а до этого комплектовались наборы либо длинная была нарезка разная короткая но одинаково были нити закреплены то есть я видела перевешивать мне все либо не нужно перевешивать они уже были навешаны как нужно вот видите тоже петля вот коричневая с петлей а эти без петли можно было конечно эту петлю разрезать и оставить такую короткую нарезку но я люблю когда по длине и нити в общем обращайте на это внимание я почему заостряю ваше внимание чтобы вы не путались нитки не запутали а сразу обратили внимание что они нарезаны по-разному ну в общем это мои первые впечатления о наборе в общем целом все нормально ну вот конечно белые нитки в 3 нити ложатся непослушно но нужно вышивать в 3 поскольку снег придается объем то есть тут чередуется вышивка в 3 нити в 2 нити полукресты но за счет этого создается объемный эффект поэтому естественно вышивать буду по ключу ничего менять не буду несмотря на то что ниточки запутываются белые буду стараться вышивать аккуратнее всем привет неожиданно правда я на даче взяла с собой вышивку работать уже устала поэтому буду вышивать я в косынке прилиза на косынку снимать не буду в общем у меня здесь есть кресло у меня есть телевизор у меня есть все что нужно для вышивки так что я решила немножечко передохнуть и поскольку обещала вам показывать вышивальную неделю каждый день вот видите иногда и в таком виде сижу вышиваю вот мой процесс дорожный как продвигается многие девочки переживали что здесь идет чернота нет белого цвета наверное в наборе другие нитки но я уже об этом рассказывала производители уверяют что это не другие нитки такие же ну будем надеяться что это действительно так я показывала уже лебедей которых я вышиваю наборчик прага там белый лебеди там тоже нет белого цвета вы можете посмотреть я в конце оставлю ссылочку вам можете посмотреть в предыдущем влоге у меня влог вышивально бытовой влог и там в конце я показываю этот наборчик прага и там лебеди вот такими же коричневыми нитками вышиваются немножечко там только беленького но последний отчет когда я вам снимала вот об этой картине здесь у меня ничего не продвинулась поскольку я приезжала на дачу исключительно работала но я устала уже работать решила работать с перерывами и опять начала брать с собой вышивку вот сейчас немножко травку подергала теперь сяду и полчасика повышиваю потом еще пойду полью ну в общем вот так хотя бы понемножечку этот процесс будет продвигаться дома я его не вышиваю вышиваю только на даче поэтому нет смысла показывать отчет здесь я не продвинулась а я лучше вам покажу когда приеду домой как я продвинулась в новогоднем сюжете ки где вышиваю кошечку с собачкой так варвар опять пришел пачкать мою вышку немножечко вам дачной красоты для настроения вот такая розочка у меня распустилась только я ее посадила кустовая роза парковая всем кому интересно у меня есть канал солнечный цветок и там я подробно рассказываю что я сажаю на даче ты мячик прокусил ну и что это теперь как шарик у ослика и а да у тебя теперь такой же мячик да ах ты хулиган ричард ё-моё это чё такое ты вы зачем у алины нитки утащили так надо накрывать ты чё делаешь будь мурзилка ну-ка иди сюда убежала она уже на балкон мурзилка ну-ка и сюда вы чё тут понатворили дай сюда все нельзя бессовестные ай-яй-яй вот видите наши помощники вот как вот как без этих помощников разве мы столько бы навязали разве мы столько навышивали если бы не они стыдно тебе стыдно нет ай-яй-яй мурзилка тебе стыдно ай-яй-яй нифига вам не стыдно ты же весь запутался ой ё-моё ну ты же весь запутался все лапы у тебя отдай отдай так все сейчас накажу сейчас накажу привяжу и будьте сидеть привязаны сейчас же отдай брось брось бессовестный бессовестный мы все лапы запутались вот пусть все увидят какой-то невоспитанный пес чё радуешься ты каталина уже что-то вяжет вот тут у нее уже что-то связано это мурзилка вот она стащила он сам то не таскает это она ему скидывает вечно это на подоконнике наверное лежала да вот она ему скинет он потом таскает по всей квартире все нельзя все угомонитесь сегодня четвертый день вышивальный но один день я пропустила не вышивала в общем показала в первый день как я начала вот этот наборчик второй день я чуть-чуть повышевала на даче отчет не стала снимать потому что там буквально одну ниточку вышила и пошла дачными делами заниматься вчера тоже не вышивала поскольку у меня была четырехчасовая трансляция так что это видео немножко попозже выйдет потому что у меня есть еще другие видео которые нужно вам показать поэтому не на следующий день после трансляции вы это видео увидите так что я наверное зря сказал что вчера но для меня это было вчера в общем что она вышивалась у меня за сегодня хочется показать свои продвижения за неделю вот что у меня происходит вышивки за неделю но эта неделя не плодотворная мы погрузились а в садово-огородные дела видео снимала на канал солнечный цветок а с вышивкой но не сезон сейчас не вышивальный сезон поэтому вот такие маленькие продвижения вот видите носик уже носик уже шерсть начала вышивать как раз в трансляции обсуждали этот момент что белые нитки почему-то ложатся очень очень плохо тем более что белые здесь в 3 нити а здесь основная вышивка идет в две нити в две нити коричневые нитки уже более менее серые тоже голубые нормально а вот именно белые почему-то плоховато ложатся я вообще не представляю как можно белыми и светло-желтыми нитками вышивать по черной конве у меня японка была которую я давно уже не вышиваю там на черной конве вышивается нитками бестокс там такой ужас я столько комментариев всяких она слушалась поганных но сами попробуйте на черной конве в две нитки вышивать нитками бестокс белыми и желтыми и посмотрите что у вас получится конечно если это хорошие нитки ровненькие без всяких узелочков другой разговор здесь еще гамма здесь более-менее но вот нитками бестокс на черной конве там я не знаю как нужно из ловчиться и чтобы были ровные крестики так что здесь еще более менее как нормально получается но маловато конечно маловато получается что за вечер но вот я вышила белый снег а еще за один вечер я вышила вот эту мордочку ну если так полных брать 4 квадрата до 4 квадрата это 400 крестиков я не знаю как для кого ну для меня 400 крестиков в день это мало когда у меня вышивальный сезон я могу вышить и больше но пришел ко мне не вышиву пришел ко мне садовод огородник проснулся во мне вот поэтому вот такие небольшие продвижения ладно посмотрим что будет завтра возможно завтра будет лучше вот у меня еще есть помощник не дает вышивать только я усядусь вышивать он ложится на вышивку или она мне на колени на руке и не дает вышивать речек ну дай маме повышевать мама собачку рыжую вышивает нет не надо вышивать собачку надо собачку гладить надо собачку тискать а вышивать не надо да не надо ревнивец да ревнует вот на твою подушечку иди ложись на свою подушечку играя мама будет свою вышивку играть вот пару часиков повышевала и смотрите что интересно а вот здесь белый цвет в четыре нити здесь я вам говорила что в три белый цвет сложновато ложится а здесь идет в четыре нити но это не предел еще кое-где есть в схеме в шесть нитей белый цвет в шесть нитей в общем когда дойду до этого момента пока я его не вижу где-то здесь сердечки ну вот на этом участке нет но будет еще белый цвет в шесть нитей ну будет вообще оттаз ну ладно ничего справимся буду продолжать в общем за где-то часа за два вот я еще здесь снег повышевала и вот здесь уже начала шапочку глазик ну в общем уже вырисовывается да собачка уже видно более-менее что здесь появляется в этом наборе схемка небольшая я использую для крепления магнитик маленький биндерами не пользуюсь обычно биндерами у меня и канва прикреплена и схемка но здесь вот достаточно такого магнитика удобно передвигать ее можно схемку ну при желании можно примагнитить иголочку но хотя я иголочку всегда вкалываю в канву но поскольку животные и животные никогда не знаешь какой момент они прыгнут и иголочка слетит поэтому все таки нет не так я конечно вкалываю одной рукой это делать неудобно вот так и обычно вкалываю в канву но иглу я стараюсь вкалывать в те места где будет вышивка то есть если не полная зашивка то вот сюда на края никогда не вкалываю потому что ну вот может канва кое-где повредиться конечно после стирки она выправиться ну а вдруг не выправиться поэтому чтобы не рисковать я всегда вкалываю иголочку в те места где будет зашивка я надеюсь такие нюансы может быть кому-то помогут ну надеюсь пригодятся знаете что еще подумала вот здесь вот на елочке ну игрушки до подразумевает что это игрушки вот эти вот розовые вот эти желтенькие я вышью их а потом металлизированной ниточкой по верху пройдусь у меня много цветных металлизированных нитей и я хочу елочку украсить металликом я думаю это будет логично и красиво и так у нас сегодня пятый день вышивальной недели по моему 5 я уже со счета сбилась но это не так важно хочу показать что я сегодня буду вышивать ну я не возможно недолго буду вышивать я уже говорила на мурана 32 мне сложно глаза ломать но все-таки нужно чтобы эта работа продвигалась бросать ее не собираюсь она обязательно у меня должна быть закончена это клубничная девочка по авторской схеме ворожеи для тех кто не знает вот это такая клубничная девочка и нужно чтобы эта работа у меня потихонечку продвигалась поэтому я немножечко сейчас повышеваю и покажу сколько я смогла повышивать на мурана но бывает что я дольше могу вышивать бывает что мало поэтому заранее не могу предугадать сколько я крестиков сделаю но посмотрим а если вам интересно вот сколько сейчас я засеку время и скажу за какое время я вышью определенный участок ну вот еще один вечер вышивальной недели прошел и посмотрите что я вышила а я вышила ленточку у девочки красным цветом и шапочку как видите здесь такая огромная шапка личико у девочки намного меньше чем сама шапка поэтому вот эта часть у меня вышилась быстро а шапка конечно же будет вышиваться дольше тем более что мне сложно вышивать на мурана но когда начала вышивать было более-менее как-то потом чувствую дискомфорт уже у меня начинается в глазах нет нужно отложить ну в общем вот такая шапочка и посмотрите здесь такие мелкие клубнички на шапочке как-то я сразу не обратила внимание когда начала вышивать обратила внимание что это не просто горошки а клубнички то есть это клубничная девочка она полностью оправдывает свое название у нее и в корзинке клубничка и здесь растет клубничка ну в общем такая классная милая девчушка вот на таком у меня этапе мне в принципе понравилось снимать такой формат вышивальная неделя потому что зрители очень часто задают вопрос какая у вас ротация и как вы вышиваете такое большое количество процессов но у меня определенной ротации нет то есть я не пишу никаких планов я заранее не планирую что я буду вышивать вот как видите у меня всю неделю основной процесс где кошечка собачкой и вот только один вечер в неделю я повышевала девочку и и чуть-чуть повышевала на даче цветы кружевной букет вот так у меня постоянно происходит у меня есть какой-то основной процесс который я вышиваю почти каждый вечер и один-два процесса которые продвигаются по чуть-чуть что это мне дает ну во первых я меняю процессы мне не скучно вышивать один процесс но и в то же время у меня нет такого чтобы все процессы были в работе и не было ни одной готовой работы а то есть когда я большую часть времени отдаю какому-то одному процессу то он у меня естественно завершается но остальные в работе то есть как бы а я убивают двух зайцев мне и не скучно и в то же время а зрители всегда могут на моем канале увидеть какие-то завершенные работы но все я думаю с этой девочкой пока на этой неделе закончим вот буду как я говорила по чуть-чуть вышивать но все остался один день вышивальной недели и буду выкладывать видео посмотрим как у меня будет вышиваться кошечка с собачкой да кстати забыла сказать я же обещала время засечь за какое время я вышиваю определенный участок я сказала что вышивала вечер но вечер понятие растяжимое ну где-то часа два то есть вот этот участок у меня был вышит ну примерно за два часа вот он последний фрагмент вышивальной недели немножечко я повышевала ко мне пришел не вышивун как говорят наши девочки но сложновато идут процессы как-то я на огороде что ли подустала в общем обычно я вышиваю больше получается что предыдущем фрагменте не было тортика ну и здесь чуть-чуть глазик остальное все было вышито получается что вышила я только вот этот вот тортик мало здесь крестиков но не хочу себя сильно насиловать если нет желания не нужно делать через силу ну и к тому же надо какие-то домашние дела поделать в общем вот так бывает у меня неделя очень плодотворные и вышиваются большие фрагменты на этой неделе вот так но в принципе я думаю вам понятен как я чередую работой и какая у меня ротация все на этом видео заканчиваю всем желаю удачи с вами была инесса пока пока